Здравствуйте, товарищи спортсмены! Здравия желаю, товарищ подолковник! Эти состязания взрастили уже не одну сотню бойцов. Преподаватель УБЖ Ангарского автотранспортного техникума с полуэковым стажем Николай Космин сам был свидетелем Второй мировой и обучил военному делу тысячи студентов. Значимость таких соревнований, говорит он, нельзя недооценить. Они очень важны не только к 70-летию, вообще важны. Ребята, если посмотрите на мою команду, надо 6 человек, а их прибыло 18. Я кое-как их отсюда убрал. То есть лучших из лучших оставил, остальных отправил на занятия. То есть это рвение, стремление. Потом они же, вот это, что здесь видят, они передают своим ребятам, там уже непосредственно в техникуме. То есть желание служить есть. Участие в нынешних состязаниях с традицией более 10 лет принимают как школьники, так и студенты. Среди них и девушки, и юноши. Есть и те, которые уже успели отдать долг своей родине, где их навыки стрельбы пригодились на практике. Поступил я учиться в 2012 году, получается. Пошел служить в автотранспортном техникуме, как хотелось мне давно, вот эту профессию. Потом вот пошел я, как бы подошли годы к службе, пошел я служить. Отслужил достойно ВДВ, воздушно-десантные войска, в УАН-УД, отдал родине честь. Пришел, сейчас опять доучиваюсь. У каждого из стрелков всего одна попытка продемонстрировать свою меткость. Это 13 выстрелов из пневматической или малокалиберной винтовки. Попасть в цель нужно с 50 метров. По результатам состязаний будут присвоены соответствующие спортивные разряды. Итоги подводим 20 февраля. Соревнования у нас традиционные, проводятся ежегодно. Значит, с каждым годом количество ребят и команд увеличивается, проявляется интерес к стрелковому спорту. И мы, конечно, этому содействуем. И очень рады тому, что у ребят такой интерес к нашим видам спорта. А в марте на площадке ДСАФ пройдут состязания среди военно-патриотических клубов и специализированных классов общеобразовательных учреждений города. Их также приурочили памяти великих событий Великой Отечественной войны к 70-летию победы. Ольга Дерибера, Дмитрий Новопашин, Местное время. Субтитры создавал DimaTorzok